Поставлению проектов по выдвижению пограничной линии вглубь казахских кочевий. Такая оперативность во многом объяснялась рядом сложившихся военно-политических обстоятельств. Во-первых, для казахов все еще велика была джунгарская угроза, под прикрытием которой царизму можно было почти безболезненно провести любое изменение границ. Во-вторых, относительная гарантия безболезненного изменения существующих границ в некоторой степени обеспечивалась тем, что казахи в это время де-юре стали, если не реальной частью Российской империи, то хотя бы ее союзником на правах вассального государства. Кроме того, в постепенно высвобождавшуюся от врага этническую территорию в Джунгарию сразу же хлынула значительная группа казахов, пока в какой-то степени компенсировав земельную тесноту. Правительству были предложены несколько вариантов изменения старых границ. Согласно указу Сената, от 4 декабря 1745 года по ходатайству оренбургского военного губернатора Неплюева и сибирского губернатора Саймонова с целью защиты внутренней стороны от набегов хищников, такая вот была формулировка, была начата подготовительная работа по проведению новой линии от урочища Звериноголовская до Омска. Осматривавший эти места генерал Сташкеев представил свой план проведения новой линии, который был представлен на обсуждение правительства им в 1746 году. Генерал Киндерман представил свой план, далеко не расходящийся с проектом Сташкеева. Предложение Киндермана было утверждено Сенатом в 1752 году, когда в том же году началось быстрое выдвижение пограничной линии вглубь северных кочевий казахского государства до 250 верст и оперативное строительство новых крепостей Покровской, Николаевской, Лебяжьей, Полудиной, Петропавловской, Становой, Пресновской, Кабаньей, Пресногорьковской и Звериноголовской. Все казахское население, Аргыны, Кипчаки и Киреи, вдруг оказавшиеся между двумя линиями, были насильно выдворены. Хан Абдул-Мамед и султан Абылай ввиду занятости на джунгарском направлении не смогли оказать своевременное военное противодействие. В 1752-1755 годах в основном был реализован план выдвижения и строительства новой и выпрямленной пограничной линии. Она стала состоять из 9 крепостей и 53 редутов, соединив на протяжении 540 верст узкую линию с Иртышской. Как видим, царизм пошел на уменьшение дорогостоящих крепостей и на резкое увеличение числа форпостов. Это объясняется тем, что, во-первых, строительство крепостей обходилось значительно дороже. Во-вторых, массированная атака казахов небольшими отрядами по всей новой ишимской линии, пытавшихся вернуть земли казахского ханства после изгнания джунгар, подтвердила выгодность строительства именно небольших укреплений в виде редутов, расположенных на не очень значительном расстоянии друг от друга. Остерегаясь прихода и мести обманутых казахов, на новой ишимской линии были сконцентрированы... Мне так больно это слышать, могу сказать. Жили казахи, развивались, не голодали, без тюрем, без детских домов, без домов малютки, без домов для беспризорников, без коммунистов, без большевиков, без домов престарелых. С землями богатые казахи жили. Эти пришли под видом спасателей, освободили их от земли, потом от государства, а потом от языка. Потом поставили свои ядерные боеголовки, заставили воевать за Москву с Наполеоном. Причем казахи и Наполеон заставили воевать их за Москву с Гитлером. И теперь говорят казахи, спасите нас от мобилизации, но отдайте все ваши ресурсы. Это значительные военные силы из 2518 башкир, двух драгунских полков, 800 казаков и эскадрона регулярных войск. Будучи прекрасно осведомленными об обострившихся отношениях между казахами и башкирами, царизм и здесь смог извлечь для себя определенную выгоду, противопоставив их друг другу. В результате одностороннего выдвижения Российской империи пограничной линии, казахско-российская граница оказалась намного южнее прежней. В некоторых местах пограничные знаки были переставлены до 200-250 верст. Это, естественно, не могло не нарушить сложившуюся систему перекочевок степняков. Лишило многие казахские роды наиболее плодородных пастбищ, теперь уже оказавшихся на внутренней стороне на территории Тобольской губернии, а сегодня находящихся в составе современных Курганской, Тюменской и Омской областей. В этой связи хотелось бы провести слова российского исследователя Спасского за 1820 год на страницах сибирского вестника, где он отмечал. При самом покорении Сибири российским оружием киргизской саки, или по тогдашнему названию казачья орда, обитали, во-первых, от реки Ишима, где ныне город всего имени, до Тобола, где город Курган, и до речки Тары. После того, в начале 18-го столетия киргизы опять показались. Новая линия обороны, по словам казачьего исследователя Золотова, по качеству почвы и растительности своей территории не имела недостатка ни в пашенных полях, ни в сенокосах, ни в березовом и осиновом лесе, ровно пригодном на все потребности населения. Правда, вода по преимуществу была солоноватой, что не могло не доставить строителям и новым освоителям этих земель определенных трудностей. Поэтому эту линию иногда стали называть горькой линией. Кроме того, сравнивая старую и новую линии, нельзя было не заметить, что граница заметно выпрямилась. Это обещало царизму ряд преимуществ. Несколько уменьшалось количество укрепленных крепостей, форпостов и редутов. Во-вторых, расстояние от Волжско-Яйцкого плацдарма до Омска заметно сокращалось. В-третьих, Россия превращала свои территории новыми плодородными землями, исконно принадлежавшими казахам, что вполне отвечало колониальным устремлениям усиливавшейся Российской империи. В первые годы одностороннего переноса границы Старая Ишимская линия продолжала функционировать внутри Ново-Ишимской, ввиду возможности мести и попыток казахов вернуть свои исконные кочевья. Об этом писал советский историк Аполлова. Несмотря на то, что Старая Сибирская линия утратила свое прямое назначение, ее опорные пункты, слободы Аббадская и Коркина, а также некоторые деревни оставались укрепленными. Караулы в форпостах несли служилые люди, в слободах и деревнях – крестьяне. С автохтонным и коренным населением края казахами царизм распорядился по-своему. Традиционно все они были оттуда насильно выселены. Уже тогда небольшие группы казахов, занимавшие подзимние стоянки эти места, были вынуждены откочевать на юг Казахстана. Естественно, это не могло не вызвать взрыва возмущения среди коренного населения этих мест. Поэтому новая линия не смогла обеспечить безопасность жителей внутренних округов, увеличившейся по площади Тобольской губернии. Набеги обманутых казахов по всей новой ишимской линии удалось остановить только лишь, вдумайтесь, к началу 80-х годов XIX века, то есть почти спустя 150 лет, при активном участии Сената. Эти события достаточно обстоятельно описаны одним из известных исследователей Западной Сибири Петропавловским. В Курганском, Ишимском и Тюкалинском округах борьба крестьян шла с киргизами. Так тогда называли казахов. Чуть ли не до последнего времени отстаивали свои права хозяев. Еще в 40-е годы, в наших столетиях, имеется в виду XIX век, происходили кровавые стычки между крестьянами и киргизами. Нежелание казахов лишиться огромного и плодородного земельного массива в Новоишимском районе, это участок земли между двумя оборонительными линиями, отмечает один из видных российских исследователей XIX века, Гагмейстер. Киргиз-казаки, то есть казахи, в свою очередь, не переставали сражаться с русскими на Ишимской линии. Ряд исследователей нового времени, например, Красовский, отмечают, что новая линия была построена якобы для защиты казахов от джунгар. Но в этом отношении весьма поучителен один пример. 31 января 1755 года указом военной коллегии Аблаю Султану и его сподвижникам было отказано в прибежище на новой линии от наседавших тогда на них джунгар. В этом ему начальники линии на основании указа военной коллегии от 31 января 1755 года отказывают. Тем самым окончательно убеждают Аблая в том, что от русского правительства, столь неосновательно опасающегося таких ничтожных врагов, как джунгары, и из одного этого опасения отказав прикрыть подвластность.